Виктора позовите в коридоре ставить. Кого? Витя, Витя. Петерёв. Витя Петерёв. Сюда зовёт вас. Начинай. Я хочу при всех наших братьях и сёстрах поблагодарить Виктора. Он ездит далёко, вызывает где-то, чтобы молились. Он оставил здесь след очень и очень хороший. Вот что у меня работает в интернете, это всё он ведёт сейчас. И кроме того, на лето взял наружку. И что получилось на вчера? Мы вечером после брани, после богослужения сидим, что-то я копался там. А в это время звонок. А кто это может прийти? Всё заперто, ворота завязаны. Сразу раз наружку такая включил, а она может записываться, можно узнать. У дверей стоит человек, но так близко, только видно шапку. Я говорю, у нас шапки ни у кого такой нету. Я говорю, пошат. Но это в темноте, и прибор освещает. Это такое чудо Виктор сделал, спаси его Христос. Это даже невозможно. Нам выходить не надо. Раньше звонок, мы бежим, стой. Долго человек стоит, снимаем. Наконец он отступает от двери. Так, а звонок-то был. Только бы батюшка не вышел, здесь он или нет. Нельзя выходить, ни под каким видом. У меня был хороший знакомый один, Яковлев Геннадий Михайлович, ставший иеромонахом Григорием. Одному там, Кришнаиту, как он себя называл, ну сказал там слово. Тот-то натащил электрод, где-то в три часа с половиной пришел. И он ему открыл. Я ему говорил, всегда Гена, да ладно, ты все боишься. Я боюсь, и я живой. Не боится только дурак. Это отвечает герой Советского Союза, как по крышке. Не боится только дурак, и поэтому его нет уже на земле. А именно знать, как укрыться, когда выступить, где сказать, чтобы на других ужасно вести. Чтобы при одном имени Покрышкина всем была крышка. Прятались. Мы сидим, смотрим. И Володя снимает, все заснято, будет даже ролик. Наконец он отшатнулся и пошел в другую сторону. А зачем же он взвалил, когда пошел в другую сторону-то? Ну, какие варианты у вас в голове идут? А дело в том, что Господь, говорит, явился Ильи в тихом веянии ветра. У меня днем было предупреждение, перед самым, или после богослужения, мне один скинул одну фотографию, и как раз того человека, который там стоит. Этот человек ничего о нас не знает, что мы здесь сидим. Но он его фотографию скинул. Я не обратил внимания. Фотографии, фотографии, хорошо знакомые. Наконец он идет и видно, он поворачивает к соседям, и видно, а там приходят все пьяницы, пьют. Зачем он туда зашел, к нам стучится. Я говорю, теперь он должен где-то, видимо, соображать с улицы. Это видно его, а тут фонарь висит, а там везде темно. Что если через забор полезет, его увидят. Я говорю, он сейчас где-то здесь полезет через забор. Он так и есть, через забор перескочил. А аппарат смотрит на разных местах по-разному. Столько аппаратов-то. Я тогда крупным кланом сразу, его видно, там шевельнули ветки, что его сразу видно стало. И он идет. Идет. Теперь третий аппарат. На него, как он идет, там теряется след. Это следующий, мы его видать уже. Это же не человек головой-то не крутит. Подходит к дому нашего, вот где у меня там лук растет, где воробьев кормлю. И я говорю, сейчас должен постучать. Он не постучал и пошел дальше. Отсюда вывод. Он знает Надежду Васильевну. У нас свет горит, а у ней. Почему он к ней пошел? Тут уже напрашивается, что он напрямую со мной не хочет встречаться. Понимаете, что открывается. Его долго нету. Я потом спрошу Надежду Васильевну. В окно стучал? Не стучал. Не стучал. Я не слышал. Не надевать нету сейчас. Стучал, нет? Стучал, надо было. И потом звонок. В окно стучал он вчера или нет? Звонок. У меня же звонок, он звонок дал. Значит, в окно не постучал. Теперь он идет дальше, и мы снова его видим. Он проходит под лестницей, заворачивает, и к нам не идет на крестула туда. И там только бы не открыло. Только бы не открыло. Почему? Отдельный вопрос сегодня о женщине будет. Дальше о чем говорили. Открылась Терахова тоже, это не случайно о женщине. Если мы внимательно слушаем, мы поймем, здесь заложено что-то. И он звонит и стоит. Звонит и стоит. Никто не открывает. Только бы не открыла. Она не открывает. Дальше что? Ты вышла. Какой разговор был? Передай. Ну я тебе сразу позвонила. Я не об этом спрашиваю. Что он тебе говорил? Или ты что спросила? Он говорит, я не успел на службу, потому что пешком шел. И весь промок до нитки, замерз. Невозможно. И говорит, не успел на службу. У меня денег не было, чтобы приехать на автобус. Я пешком шел. И вот в этот дождь, когда дождь был, он шел. Но, говорит, я говорю, мне запрещено открывать. Кому бы то ни было. Он говорит, ну у меня денег на автобус нет. Я говорю, ты постучи, Игнатий, в окно постучи, чтобы он открыл. Если откроет, значит, поговоришь с ним, что он решит. Потом я тебе звоню по телефону. Там, говорю, Василий стучит. Он, говорю, промок до нитки. И денег нет, чтобы на автобусе уехать. Пусть батюшка, говорю, пустит его здесь, может, переночует. А ты говоришь, не смей, не смей открывать. Ну, не смей, не смей. И все. Кто такой Василий? Не смей. В дверей стоит змей. Ну, Василий, которого нет сейчас. Все, больше не надо, ни слова. Я говорю, Володя, выйди к дверям и через дверь переговори с ним. Так, что он тебе говорил? Ну, то же самое, что Надежда Васильевна. Тоже. Тут легко высчитать. Служба у нас была в 4. Ему сколько надо? Он не ездит, все, пешком ходит. Сколько ему надо было дойти? Я не сказал молчать, ни слова. И, значит, за руку выведут. Так. Бесполезно. Попроси выйти. Выйди там в коридоре, стой. Сюда больше. Ну, 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 ну. Еще. За каждое слово обещай. Так. Сколько? Ну, около часа-то надо идти пешком. Около часа? Да. Вот представь тебе, он не успевает. Значит, минимум он вышел в 3. Теперь является через сколько? Через 4 часа и ночевать. Человек, который абсолютно ничего не слышит, когда ему говорят. Это вопрос интересный. На службу он не успел. К концу службы не успел. Теперь через забор лезет. Значит, постарайся найти его, узнать, что он хотел. Сегодня его нет, он не приходит. А перед этим только выставим материал о миске. И его фотографии там, я-то и отдельно скажу. Значит, что он выходит, опять идет в то место, где он залез. Что-то почему-то ходил еще здесь. И потом вышел, и пошел через, перешел через улицу. И дальше мы его уже проследили мимо. Там есть мусорный ящик и прочее. Вы знаете, о ком вещь идет? Не знаю, конечно. Это который у нас был здесь, все время не успевал поесть вместе. Черепана послили. Зачем? Только у батюшка не открыл. Он в алтаре был, не слышал. Я батюшке три раза звонил, он не взял телефон. Ни под каким видом никогда не открывайте. Я вам называю только один пример. Он сразу, когда шкришает, ударил, как открыл дверь, ударил его прямо с сердца. Перешейным ножом отрезал голову ему. Вошел в алтарь на престол, бросил голову его. Обнес сначала вокруг, кровь капала, показывала где-то. Вот что значит. Не открывай. Один находишься. Вы никому не открывайте. А то что? Открыло. Ой, а я думал, не надо думать. Не открывай. Ни своим, ни чужим. Пока не увидишь. Или окно, или по телефону еще. Момент не один. Вот так. Так, второй, пока батюшка здесь. Так, у меня вопрос. Потому что это не мое, касается там Игорь. Кто мне вчера дал за мясо Игорю деньги? Виктор Андреев сегодня отдал. Я вчера подогнал. Даня отдавал. Так, подожди. Вчера, вчера, кто передавал ему? Извините. Так, Кудрявцева, Кудрявцева, сколько ты передала? Подписано. Семь. У меня там все написано. Да вот написано, написано. Так, еще кто передал? Игорь? Игорь. Ты сколько передал? Больше. Больше. Завтра же привезу вам урагана. И не отбрыкиваетесь. Правильно? Все, не хватало, чтобы была здесь. Все, больше не кого-то. Так, я продолжаю дальше. Не вовремя этот вкладыш. Потом мы можем отдельно с этим мясом. Сатана из людей мясо делает. Метелит все. Дальше. Батюшка, сейчас я одно дело коснусь, что сегодня было считано. В житии святых Спиридона Тиммифунска, очень почитаемого православных, был друг, епископ Трифилий. И он однажды говорит, и говорит, видимо, на память. И сказал, возьми водор твой. А он говорит, возьми постель твою. И он сразу вышел, епископ, поднялся Тиммифунский Спиридон и вышел, не стал слушать. Он когда вышел, а что ты вышел? А что ты говоришь? Ты что умнее Духа Святого? Написано так-то, а ты слово вставил не то. Батюшка сегодня говорит. Все молчат, никто и не замечает. И он палец обмакнул, провел по губам. Где ты нашел по губам? Там этого слова нету. Я не стал выходить только. Он говорит, коснись языка моего. И на слово язык целые проповеди святые отцы дают. А по губам ни одного нету. Да чего это? Что я сильно развитый или крутой, не боюсь Слово Божие исказить. Это сегодня читалось. И ни один, никто, даже в мыслях не допустил, что считается неправильно. Я был отца Кирилла Сахарова. Вижу на стене, у меня много выдержек и священного писания. И нашел сразу пять ошибок. Я ему сказал, он тут же вышел, не обиделся, как у нас священники обижаются. Он вышел и сказал, вот посмотрите, вы считали, сколько лет? Уже пять лет висит, и никто не сказал об ошибках. И ошибки значительные. То местописание не то указано, то совершенно не то слово стоит. И ни один из вас, а там Большой Приход, Москва, рядом с Храмом Христа Спасителя. Почему должны были отсюда приехать и указать нам, вот наша любовь. А тут обида. Одно только слово сказал, сразу нас начинает. Отец Кирилл, запомните, Сахаров. Это образец того. Когда обличишь, я в одном месте написал, мне непонятно. Отец Кирилл, ты или действительно веришь в это, что вот это необходимо, вот ездить там по кладбищам и прочее. Или тебя масоны наняли, чтобы ты на этом сухом крыжовником поле, в Берсеневке, крутил людей. Он тут же выставил книги, как я ему сказал, вот мне что сказали. Понимаете, вот так должно делать. Вот здесь книга есть, для слова Божия нет уст. Мне говорили, а зачем вы все отрицательно, что о вас говорили. Никто бы не знал, я же выписал и сделал. Я говорю, я уважаю своих считателей. И поэтому на ваше рассмотрение. Там все написано, как меня обзывали, как говорили. Все, все, московский комсомолец этот. Вот, попутно теперь скажу об этом богаче. Слушайте. Тихо. Умейте не разговаривать. Это постоянно нарушение у вас идет. Дальше я еще скажу, вы не будете знать, а это можешь выйти поговорить. В коридоре-то разговаривают, а не об обыденном разговаривают, а об обыденном. А то, что услышать не знают. Услышать надо. Это-то притча, 16 глава Евангелия Луки против православных. И чтобы в ней ничего не изменять, оставить ее так, православие пошатнется. Поэтому начали добавлять к ней уже не одно слово, а сто слов на место одного там. А это тогда было сказано сейчас вот так. Он говорит, пошли, значит, Абраме. Что сказать? То есть воскресший. Это фактически на той стороне. Обращается к святому. Не поможет. Если бы даже не поможет. А сверх того, то есть даже, допустим, ты на меня надеешься. Я молюсь Николычу, Дотворец, Паисий Великий, Уартом, которым больше всего православные молятся, чтобы из ада вывести. Чистилище католическое. Сверх того, между нами и вами, великая пропасть. Даже если мы будем всех одотайствовать, это Неграма не поможет. В этой притче уже заложено сверх того, что там есть. Ты можешь не Авраама поставить, а рядом Исаака, Иакова, Златоуста и всех. Никто не поможет. А почему? Без покаяния нет прощения. А за гробом нет покаяния. Его похоронили. А дома его братишки пятые еще живут. Пусть придет. Он говорит, у них есть что? Законы пророки. Есть Библия, бери и считай, с толкованием святых отцов. Ходи на занятия. У нас идут занятия, Сергей Павлович ведет. Три раза в неделю по скайпу. Есть люди с Австралии, с Америки, откуда только они приходят. А свои сидят, молчат. Три раза в неделю и сегодня будет. По местному в шесть часов. Живой еще Сергей Павлович, это никто сегодня не поведет. И можете там что-то сказать, если есть что сказать. Откуда это мнение такое, что можно изменить участь? Людям нравится, как говорит Осипов, обольститель. Он говорит слова, которые совершенно не по писанию. И где он говорил, там диски выпустили, монахи машинами все это закупали. И показано, как жгут стоят. И специально была комиссия, и по всем пунктам его не одобрила. И сказал, он не прав. Комиссия не пошла на то, но все осталось на том же. Сколько людей перепортил за это время? 80 с лишним уже, наверное, лет человеку. Бритый в галстуке масонском сидит. Неужели вы не видите? Профессор столько лет. Сколько лет? При советской власти. Там в семинарию нельзя было поступить. А это профессор. На 10 раз прокрученный, проверченный, ни одного слова не скажут, как должно. Чтобы в страхе Божьем. Вот маленький пример. Вчера, когда мне забросили один материал о миссии, что такое миссия. И как раз Вася крестится. Другой нет фотографий, как будто бы. Сколько было фотографий, ни одной не взяли. И я понял, это намек. Я не обратил внимания, почему он-то. Я же не знал, что ночью придет, тут будут листья. Разберись, зачем он приходил? Что он хотел? Денег нет. Ну, сюда пришел, до нитки промок. Такого дождя вчера и не было, до нитки промокать. Ну, все это выдумка. Еще написано, верующий в Сына Божий в жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Не увидит. И не написано, что ему как-то... Нет, но гнев Божий пребывает. Вчера пребывает, сегодня, завтра в вечности. Гнев Божий пребывает на нем. Читайте. Евангелие Теана 3.36. Зачем вы думаете дальше? А вы молите из-за умерших? Молюсь. Из-за отца, из-за мать, из-за православных людей. А почему? Чувство любви не прекращается. Мы знаем, человек не умер. Я каждый раз добавляю, Господи, если я не погрешил здесь, облегчу их участь. Вощрение или нет. Праведнику нашей молитвы не нужно. Он в район, говорится, видит все и о нас молится. А этим людям, которые ничего не знают. А в церкви сразу всех. В Афганистане, которые были, воевали, убивали, насиловали. За всех молятся всегда. Умер генеральный секретарь Компартии Брежнев. И в церкви, в Покровском соборе, молились, хор пел. И говорят, да он же был коммунист. Жена его попросила. Жена, Виктория. Везде разослали по храмам. Это официально было. То есть, игра кончилась. А что теперь? Я вот несколько моментов хотел только сказать. Сегодня коснулось 20 лет. Там написано. 13 декабря. 20 лет назад было первое богослужение вечером. А с 14-го первая литургия. И у нас попадает 17 воскресенье. Запомните. Воскресенье мы отметим. Приготовьте как на торжество. Обед тут принесите. Придите. И вспомните, что нам Бог дал в этом месте. Что? Дом, как передают, видите, мэр города Баварина. Баварин это не простой мэр. Он входил в десятку лучших мэров всей России. А это не два человека. И сюда он приезжал несколько раз. Ему тут сфотографировались. Там по рукам ударили, даже поцеловались. И этот дом, он помогал. Он. Когда там все запутали, я сразу позвонил, вышел в краевую прокуратуру. По Раскун сразу позвонил сюда. Теперь звонок туда. Тут много людей было задействовано. Был такой Тэн, юрист известный. Он ректор юридического факультета тот был. И он сказал, говорит, лапки на руки, ноги уже не вставишь. Что делалось с ним? Ну давайте закончим это дело-то. Они деньги мне хотели, а денег нету. Бог дал такого человека, который сказал, пока с ними рассчитайтесь. Ни один бюджетник не получит ни рубля. Судебный пристав. Я расскажу 18-го. За кого Бога благодарить. Для меня Баварин был не чужой человек. Я чуть не до 12 названивал, узнавал. И только главный редактор «Тайской правды» Шепчук Ольга Николаевна сказала. Он верующий был. Крестил ребенка у Золотухина. И правда фотографию показали где-то. Я сразу о нем помолился. Я никогда не хожу на похороны. А тут пошел в дворец спорта, где он там лежал. Я сходил. И сколько там все щакали, а фотографии только там, где я проходил мимо. Одна фотография в газете показалась. Почему они так, то ли необычность это была. Вот это помним. Поэтому ты получил доброе в твоей жизни. Поэтому злое это лишение, родился, ничего нет, парализованный. Это все Бог учитывает. Как тут был Ванюшка Голчатников Иван Андреевич. В храме слепой молился, все поклоны делал. Он отошел. Он в жизни злое имел. Он был очень добрый. Я у него печку делал дома, знаю его. И кто, как им пользовались, это другой вопрос. Значит, 17 декабря, 20-летие. Мне уже на 20-летие следующее не прийти. Это должно быть 97 лет. Ясное дело, что без меня будете. На один наказ. Ничего не меняйте без совета. С Сорковным советом. Ничего не переменяйте. У нас все сделано, как надо. Дальше. По московскому комсомольцу. Вы видите, как они там. Вопрос. Следы ведут сюда радикальные. Дальше. А там говорят, то есть это дворкинская учеба. Говорите так, чтобы в суд их не поволокли. Я же с ними судился. И они, как говорится, проиграли полностью два процесса. Их суд вынес решение опубликовать опровержение, что они меня 47 раз только в одной статье оболгали. И заплатить. Они опять уперлись. Тогда я, главное это у них, центральное управление в Москве написал прокурору Москвы. Прокурор сразу им на стол бумагу конфисковывает помещение, где они занимаются. Аппаратуру все пока не рассчитаетесь. Они мгновенно все сделали на следующий день. Это все по дому. Дальше. Господь слышит даже то, что ты не молишься. Меня в мировой истории интересует ни Суворов, ни Кутузов, ни Сталин, только Гитлер. Единственный человек, который из такой разрухи, не предскажешь, такого унижения страна не терпела. Версальский договор. На 70 лет вперед. Они совершали кусок, который стоил допустим полрубля. Дальше уже они платили за него 5 миллиардов. Инфляция такая была. В несколько раз больше, чем в России. И как он принимал честь, почесть и все. Но когда наступило в обратном порядке движение, это Сталинград и Курская дуга. Вот с этого момента меня все интересует. Было ли у него раскаяние? Были ли подвижки, чтобы признать вину, что он натворил? Что он сделал, понадеявшись на свой ум? Я все время смотрел разные ролики. Его секретарь выступает, Юнге. Она девушкой поступила. У него личный секретарь. И ей он диктовал завещание в ту ночь, когда должен покончить жизнь самоубийством. И она говорит, я ждала. Ну хоть слово покаяния ни слова не сказал. Я вижу, он ушел беспокаянный. Но вот это, когда началось отступление, он постарел лет на 20 сразу. Вот этот момент. Что у него было? Меня интересует внутреннее переживание этого человека. Трогал его Господь или нет? Не то, что я там люблю его. Правителей таких больше не было. Не было и не будет. Когда судили генералов, а генералы, пельмаршалы, на весь мир известные, лучшие полководцы. И говорят, почему вы подчинялись? Уже судят их. И один из генералов говорит. Он разбирался в военном деле, как ни один из наших генералитетных штатов. Он предвидел. У него, я считаю, сатана ему подсказывал, где будет прорыв. Не могли ни шпионы, ни разведчики ничего найти. Он точно говорил. Ткнул пальцем, говорит. Мы стали строить именно там. Никто не ожидал. Вот как он Францию за две недели завоевал, все прочее. То есть, он все время говорил проведение, проведение. То есть, проведение он не о Боге говорил. Приехал тут немец, были мы, Павел Эдуардович. Он местный. И он говорит, вы видели, что на бляхе написано? Я говорю, вот Метунс, с нами Бог. А какой Бог? Да нет. Бог это Гитлер. Они верили как в Бога. Новая религия. Гот Метунс это не о Боге речь идет. И вдруг я нашел материалы, где выступают люди, которые совершенно беспристрастно и лицеприятно судят историю. Не судят, а говорят. И мало того, православные крестятся. Три историка. Кирилл Александров и там еще два, там, Герасчук. Я назову вам ролики, посмотрите, не пожалеете. Я впервые в интернете такое нашел. Называется Вторая мировая война. Таких много роликов. А дальше, день за днем. Запомни. И они вот, как красное колесо Александра Исаевича с Солженицем, вот в этот день, ну там художественные добавки. Здесь нет ничего художественного. Вот в этот день, во столько-то царь Николай встал, с его деньника берут. Цари садилла то-то, красное колесо, то есть по порядку. Кирилл в это время там был-то, тот-то там был, а Распутин тут. То есть и на каждый день, и здесь точно так же. Что на японском там плацдарме было, что на Пилипинах, что Черчилль говорил, что Рузбель, что Сталин. И если называют он какого-то там Деголя, его биография сразу показывается. Показываются лучшие маршалы военной ассы Гитлера, их биографии, фотографии. И одни идут кадры только, как военные. Художественного кадра нету. Никогда, нигде я не видел такого. И прямо говорят, этот тиран Сталин, что он делал здесь, сколько погибло. Открыто, все. Он говорит, как будто в моих книгах, говорится, считал это, или Солженицына взял. На них нападки есть. Запомните, день за нем. Серии короткие, по 26 минут. 95 серий. Я 65-ю уже просмотрел. Почему? Вот здесь ставят все, что люди отступили от Бога, говорит, как храмы открывали. Какая причина была? Гитлер это знал, где он появлялся, все храмы открывались сразу, знали, как привлечь людей. Я нашел, о чем воздыхал, всех спрашивал, есть ли такое, чтобы поставили все на место. Не так Сталин хороший, Гитлер плохой. Нет. Прямо показывает. Два тирана. Он показывает. Положительный отзывается о положительном, отрицательном, об отрицательных явлениях. Еще одна новость. Православная церковь, Московский патриархат решили издать новый катехизис. Вы слышали? Я не слышал. Но мне скинули материал 2 ноября этого года. А там написано, все поправки, какие хотите советы дать, принимаются только до 1 ноября. У них вчера кончилось, а мне сегодня прислали. Я начал смотреть, сразу нашел, что нужно немедленно им сказать. А как говорить, когда прием кончился. Дверь закрылась, в это время мне постучали и говорят, я посмотрел, перевел, вор, давай смотреть, немного. Ну а что смотреть-то? Я на первых строчках сразу показал несколько раз. Там было написано так. Катехизис, там, митрополита Филарет, это уже сотни лет где. И где они что меняют? Интересно, говорит. Богословская комиссия. Назначены там доктора, богословие, профессора, все. Что смотреть, когда готовы к катехизису? То есть исказить. Я только посмотрел, и ничего. По Евангелию не сверяется. Но назвали богословское, видимо, кто-то подсказал. Назовите и библейское. Библейское, богословское, через дефис. Тоже не встретишь нигде. Это чья-то рука, прям видно, что по Библии. И глава от стиха через двоеточие. Тоже можно сказать. Интересно. И вот я посмотрел, что священники в алтаре прищащаются раздельно. Отдельно хлеб и отдельно вино. То есть отдельно тело, отдельно кровь. Если мы маленькие дети, то им дается только кровь. Если мы, то дается только вместе. Почему было не поставить? Христос установил и не показал маленьким так, большим так, священникам отдельно. Вы зачем отделяетесь? Слово миряне. Исключить его нет. Миряне это безбожники. Дружба с миром и стражда против Бога. Христиане. Мирянами слово Божие нигде никого не называют. Это разделение искусственное. Я бы им подсказал. Уберите из катехизиса. Начните отгребаться от того, что вы натворили с Библией. Миряне. Что значит слово миряне? В миру живут люди, как их назвать? Миряне. Христиане. И стали называться христиане, написано. Нам Библия говорит. На Библию почти не ссылаются. А потом сплошным потоком идет. Глядишь, там не к месту, тут не к месту. Я говорю для того, чтобы помолились об этом. Потому что еще только проект. Но они уже заранее сказали. Очень трудно копируется. Необычный какой-то текст. Я скопирую, всегда увеличиваю и начинаю работать. Здесь кое-как скопировал через нас в разном новом варианте. И они сказали. Ни частями, ни целиком не публиковать. Это никому мы не разрешаем. Это тоже положительно. То есть они допускают, что допустили. Там то, что потом придется выбирать. Я вам сказал. Будете помнить. Будете молиться. Запишите себе о катехизисе. Потому что не зная Библию, люди живут катехизисом. Так. Пишут о миссионерских отделах. Стали открывать курсы в семинариях и в академиях. Миссиологические факультеты там. Это вообще. Я начал считать. Через каждую строчку, вопреки Писанию. Там слова паридигмы. Там это все. Еще нет. И наконец мне скинули материал. Прямо кинули мне. Почитайте, что пишут. Это Моряцев Александр Сергеевич этот материал скинул. Я его прочитал. Там какой-то Сидоренко и романах Игнатий. И вот он мне говорит. Ну, как будто бы никогда в руках Библии не держал. Все это наворачивает, наворачивает. А вот сектанты, протестанты, они так. Так они правильно делают. Нет. Надо создать людей, чтобы формировался образ православного сразу. Он не о христиане. И о миссии. О миссии вы не имеете права говорить. Вы не знаете, не знаете. Если был я патриархом, первым делом прекратить строить храмы. Второе, полностью расформировать все отделы. Обман. Всякие отделы можно. И наркотики там удалять, там реабилитировать. Но миссионерский отдел нельзя создать. Это не человеческого ума дело. Это Бог делает. И избирает только двое. Вот весь отдел. Он подвое посылает. 12-70 апостолов подвое. И Бог открывает сердца людей. Они этого не знают. Самое злобное, фальшивое, хитрое. Все сегодня туда сползает. Я вчера уже ночью сидел, смотрел и смотрю. Это то ли нарочно подстава такая идет. Нельзя же так. Совершенно вопреки Писанию. И все это наворачивает в словах, которых ни одного слова нет. Я беру пять слов предложения, ни одного библейского слова нет. Как будто этого не хватает. А язык Библии очень богатый. Будьте внимательны. Патриарх когда-то сказал. Я не знаю теперь, насколько это... Тогда он был митрополитом. Кирилл Бундяев. Открыли храмы. Они были полные. И священники думали, так всегда и будет. Не всегда. Опустили храмы. Выходите на улицы, перекрестьте, дорог. И меняйте форму подхода к человеку. Надо менять. Как говорится, переформатировать сознание народа, он сказал. Ну пусть будет так. Им они еще не сделают. Уже сегодня они криком кричат. Храмы-то пустые, большие. Платить много надо. Электроэнергия, тепло. А ничего у них нет. Сегодня сказали о революции немного. Вот она в этих фильмах, которые я сейчас смотрю документальные. День за днем. Вторая мировая война. Там об этом говорит. Но до конца, он не знает, места писания не приводят. Согрешали. Те, которые первые 4,5 миллиона. Это комсомольцы. Это почти все 100% комсомольцы. Это те, которые раскулачивали. Которые храмы крушили. Ломали все. Это они идут. Мы говорим. Ой, Тухачевский. Такой маршал его. А он газом травил в Тамбове крестьян в лесах. И наконец, эта чума пришла на них. Это хорошо солженицам показывать. Поэтому и революция, и все остальное на месте. Семикратно в день проставляют за суды твои. Это суды его. Вы ежедневно научитесь благодарить Бога. Что Израиль, Сирия, Россия, Украина, война идет. А мы ложимся и спим. И вот когда посмотришь кадры. Знаете, я сижу за столом, у меня же голова кружится. Кадры военные. Солдаты идут. Сапог остался в грязи. Вытаскивают в грязи. Снег падает. Замерзшая. И они никуда не могут уйти. Это вообще нельзя. Ты вспомни о них. Сбросили по указанию Жукова показывать 10 тысяч парашютистов. И половина упали в холодную воду Днепра. Ни один не вышел. В ночное время. Даже Сталин не то сказал. Вы что делаете? Это уже не видно, куда бросали. А остальные пали там где-то прям на позиции врага и прочее. А люди там, ну что я знаю. На Ушилии два раза прыгнули, пошли. Погибли всех. Это все показано. Вот количество танков, всего их как было. И почему их и на заводе. Все снимки, не снимки, а движется все. Киносъемка идет. Это порождает внутри чувство благоговения перед тем, что нам Бог дал сегодня. Вот такое мирное время. Так. Если я еще-то кого-то попрошу, ему не понравится, обижаться не будете? У меня есть к одному человеку здесь просьба. Я говорил ему, он меня не слушает. Всем попросить его. Походотайствовать. За моей просьбой, чтобы вы это пошли. И ради этого человека. Чтобы он остался жив. Жизнь стоит за этим вопросом, а он делает по-своему. Заинтриговал, да? Рядом с тобой сидит человек. Ты с ней первый поговоришь. И с тобой рядом. Болезни все почти начинаются от нервной системы. Второе, что необходимо. Чистая пища, чистый воздух. Воздух нужен чистый? А воздуха-то там и нет. Почти в комнате держат десяток кошек и прочее. И человек задыхается и страшно болеет. Послушай меня, дорогая сестра. На один день оставь кого-то из братьев и удали их. Они не нужны в квартире. Я держу, я не кошатик. Они у меня ходят в погреб полноте. И все время они у меня вахтовые методы. Голуби, пшеницу. То другое. И потерять две голубятни. И здесь. Воздух вложим и чистый. Там зайдешь нечем дышать. И вы болеете. У вас отравленная кровь. Ко мне перейди, Надя, к Надежде Васильевне. А там разберутся. Я попрошусь сегодня еще раз к ней обратиться. Она только-только из болезни вышла. Наша добрая, хорошая сестра. Я тебя просил об этом, умолял. Я знаю, что такое держать в комнате собак, кошек. У меня сейчас только три кошки. Но они... Одна Владя, здесь другие. Я прошу вас. Помогите. И не будьте безразличны. Вот сестра Надежда Александровна, Гнуха, она сделала замещание по полке. Она пришла. Я это распространил дальше. Теперь Роман хочет привезти большую машину на продажу. Я что убрал, развернул. И в двух местах еще расширил территорию. То есть на четыре машины. Теперь могу на семь машин больше еще принять. Сюда. Она один раз сказала. Я сказал, приходи. Твоя идея тебе делать. Она делала. Я заснял. Будет ролик. Но я расширил дальше. Будьте внимательны. Я говорю, сохрани Бог для обиды или чего-то. Потому что мои слова оказались бессильные. Это необходимо. Без этого никак. Они не нужны. В первую очередь они не нужны. И вот мне вчера звонит два раза Кубайка на Галину. Два раза она мне звонит. До этого звонила. Вернула вот которые книги. Я по голосу, по всему вижу. Она потеплела. По-хорошему. Я звоню, говорит, Миша. Я даже подумал. Знаете, есть такое слово в русских. На раскоряку. Это вот так вот. Стоять так вот. А тут коряковцы фамилии-то может отсюда. На раскоряку. И она звонила. Говорить не может. С братом сидят, видим, выпивают. А мы чай пьем, брат говорит. И она поехала. Дышать нечем. К нему подойти нельзя. В туалете. Там у него кот. И уходит. И диван перемощенный. Весь такой. Бомж бомжом, говорит, где он есть. И ничего не слышит. А мне это нравится. Только пробормотал. Он из больницы вышел. Не оставляйте его. 365 дней в году. Я 365 дней молюсь о нем. Но пока в просьбе отказать. Отказать. Хотя кое-кто появляется рядом. Я их вместе веду. Чтобы Бог избавил. И как будто бы Бог уже слышит молитву. Позвала? Я никого не называю. Я повторяю. Ни одного дня моей же. Как познакомились нету. Чтобы этих людей я не нес на руках своих. И ночью о них вспоминаю. Значит. К Мише. Он столько сделал. Он добрый. Он такой работящий. И 4 месяца на работе оказывается нету. Оттуда позвонили. То есть. Ну если только он не умер ночью. Он как-то этим делом занимался. Речь идет о пьянстве. Я ему сказал. Я знаю. Простой лекарство дешевое. В доме оставляй кого-то. Сестра Татьяна. Мама была живая. У него Раиса. Переходи ко мне жить. Вместе вставать. Вместе молиться. Он через неделю пошел совершенно обновленный. Мне не хочется ни пить. Ничего. И полгода держался. Я уезжал. Ну сейчас надо отмыть сначала его. Я бы его принял. Лег бы на полу. И его положил на кровать даже. Хотя я этого никому не позволяю делать. Он очень многое сделал здесь. Вам не надо говорить? Такие люди есть. Вот как Пальгуев. Вы знаете, что Надежда Ивановна упала. Руку сломала в двух местах. На крыльце. Надежда Пальгуева. Да, да, да. Знаем. Вот все надписи. Это все ее труд. Добрый, прекрасный человек. И он тоже. Вся эта батарея варила. Всегда молитесь. Я речь иду о доме. Это украшение дома. Вот эти надписи. Это все Надя на руках делала. Везде. Где бы мы ни посмотрели. И которые в церкви надписи. Это она делала. И когда мы с любовью начинаем молиться. Такую молитву Бог не отвергает. И детей побудите. Детская молитва весьма доступная. Ну что сейчас вам? Вроде бы я обо всем уже успел сказать. Иногда говорят. А вас меньше стало. Меньше. Умирают. Черневские. Оба умерли. Вы знаете сколько людей. Инные замуж вышли. Пренебрегли нашими братьями неженатыми. А поехали дальше. Инные поменяли место жительства. А в стране вы знаете. Вот как раз здесь и говорится. О нас едва ли 120 миллионов. А если бы как в революции Менделеев рассчитал. И сегодня показывать точность расчетов. Было бы 650 миллионов. 20 процентов осталось. А 80. Збей Горыныч сглотнул. Почему не слушали Бога. Как батюшка говорил сегодня. Что обосили. Дадим тебе. Ты будешь сад. Нужно научиться молиться. Мы ежедневно молимся Богу. Иоанну Крестителю. И говорим. Научи нас Господи жить в бедности. Имея пропитание и одежду. Быть довольным. И каждому дару жилье. И дальше говорим. Кто стоит в очереди на квартиру. Пересчисляем их. Каждый день. И Господь дает осознание того. Чтобы никогда не роптать добавляем. И никому не завидовать. Эти люди. Они несчастные. Они заботятся. И не знают куда деньги деть. А мы знаем куда деть. Вот сейчас зайдем. Сколько там тысяч? Вчера показывали. Сколько там? Открой бумагу. Опять почему-то Кемерово прислала нам. Возьмите. Узнайте. Кто будет платить? Пока земли не оформили на нас. Не платили. Я реабилитированный. Я еще раз Севастяну сказал. Он говорит. А я посмотрю. Реабилитированный не платят за землю. Но это в каком регионе? 11 821. Сколько? 11 821. Это для меня. Два месяца ни пить и ни есть. Для вас уже большая. Поэтому. Вы знаете. Тут поскольку там собирают. Это когда нужно. Налог на землю. Ну это за землю. Ну иначе власть. Зачем она власть нужна? Если она будет деньги брать. То есть ей надо сохранить себя и бюджетикам. Ну земельный налог 5500. А налогное имущество 6200. Ну в общем. За дом, за землю. Поговорите еще с батюшкой. Так батюшка все время и платит. В прошлом году было 15000. Что я хотел сегодня сказать. Если вы запомнили. То катехизисе молитесь. А братья Михаиле. Братья молитесь. Василия. Чтобы Бог нашел. Допросить тщательно. Зачем он ночью через забор лазит. Зачем он. Чтобы дверь открыли. Зачем. И у него не такая беда. Чтобы на билет денег не было. Положи в карман. Скажи. Дай ему там по 5 рублей. Там сколько билет стоит. Да денег у него. То что о чем я говорю. Это требует какого-то нашего внимания. А то что. Понимаете Сихонович. Дело в том. Что Миша там останется. У себя дома. Это все. Погибший. Мы уже к нему несколько раз. С Севастьяном ездили. И с Виктором Андреевичем. И молились там. Он отходил. Там лечился. Там на другой день бежал. Уколы ставил. Лечился. Но вот сейчас. Он опять в это впал. И. Это не спасти его. Даже вот пойдем. Молиться будем. Это уже не спасти. Его только надо силой. Брать и сюда к вам. На исправление. Это бесполезно. Я не могу этого сказать. Я вчера говорил. Я об этом думал. В интернете не вложишься уже вдруг. На меня попадает то что я искал. Я этих людей бы найти. Этих историков отблагодарить. Мало того сидят крестятся. Это вообще. Чтобы Малахова-то слышали. Обсадили говорят. И сейчас за него везде там. Который вел программу какую-то. Он православный говорят. Да уж православный. Наталья Поклонская. Она православная. Ну понятно православная. Как? Ну и вовсе этому я ни разу не нашел. Она была прокурор Крыма. А сейчас депутат Думы Государственной. Девчонка прям совсем. Ну кажется лет 18. Это тактер тоже православный. То есть вот таких людей вы узнали и помолитесь. Они еще живые. Чтобы Бог разумил. Этот Александр Калинин, который запутался. За ним сейчас дело открылось. Он по двум статьям судился. Женщину убили. За ним. Он 8 лет отсидел. Напарник его по 12 лет. Она знакомая. Они не могли к ней пробраться. А он ей сказал. Я один. И договорились, что они его сшибут. Чтобы вы его не... А они забыли сразу за ней. 75 тысяч всего только было. Задушили ее. Этот Калинин, который. С которым батюшка говорит. А эти в газете там напечатали. Их никак сейчас нет. Даже я сейчас клеветаю. Да нет. Говорят. Они говорят. Ну вас говорили плохо детский лагерь. Да. Ну мы написали. По этой статье их привлечь к суду нельзя. Их так научили. Тут под вопросом. Следы ведут. Нет. Но на мел брошен. Как приезжал первый секретарь железнодорожного рекома. Бобров тогда. Игнатий нас ведет по лагерю и говорит. А вот эта келья отопляется. Здесь тепло. А я сразу подумал. Вож тепло любит. Какая вож? Где? Но на мел гнусный уже брошен. Вож. Теперь. Что я показываю еще? Вож тепло любит. Да ты-то в тепле лежишь. У тебя тоже вож там есть. Вож тепло любит. Понимаете? Поэтому следите за языком. Как за заключенного говорят. За помелом. Иначе отвечать придется. Григорий Низкий говорит. Слово имеет воплощенный вид. Даже который мы говорим. Оно может преобразоваться к делу. Следите за языком. Вот так. Вопросы есть какие ко мне? Спасибо, Христос. Хотел попросить, помолитесь. А то у нас тут сложные работы начались. У меня канализация трубу сплющила. И все это на зиму глядя. Вот мы с Володей там делаем. Уже 4 дня копаем. Там узко очень. И длина очень сложно. Еще там надо, чтобы Господь умудрил. Как сделать, чтобы... Обėл. Увидимся.